приветствую друзья и гости канала всем огромный привет хотел сегодня снять честный обзор про жилой комплекс который называется у нас южный парк ну и блин вроде бы приехал вроде бы все симпатично хорошо сразу минимальная цена это 14 миллионов рублей за 40 с чем-то квадратных метров ну вот как бы тогда посмотрел вроде даже и зелень есть в целом ну неплохо да за исключением цены 393 тысячи рублей за квадратный метр почему я не стал снимать зашел в отдел продаж я знаю что мне продаж не очень хорошо идут зашел в отдел продаж и просто офигел думаю ну как так то думаю ну как так то да думаю ну как так вот можно да прям реально как бы просто из категории что-то похожее на какое-то свинское отношение и хотелось снять честный обзор но последний момент думаю нет думаю думаю лучше думаю я думаю в свою очередь лучше сниму другой комплекс давайте все-таки ладно думаю я уже успокоился посидел в машине охладился знаете бывает такое что здесь в принципе отдел продаж были вот такие парни нормальные все хорошо все прекрасно но продажи почему-то них не шли хотя они были нормальные классные все там ну как бы всегда там как бы и подъедут и откроют и покажут и все и взяли поменяли отдел продаж до отдел продаж сейчас там какая-то у нас толстенькая толстенькая возглавляет девочка толстенькая такая толстенькая ну вы извините это прям просто как-то хамка ладно вот толстые мужики они прям добрые да они прям такие добрые отзывчивые тут даже разговоров не может быть но вот что касается девушек в шоке просто такого хамства я еще не она может меня не узнала только ну а я знаю что она меня не узнала но просто ну смотрите сцену как бы вы видите площадочка такая хорошая это конечно же не министерские озера но в целом неплохо другое дело что хотелось бы чтобы цена была здесь пониже да потому что вы извините 14 миллионов рублей за 40 квадратных метров это наверное больше про какой-то не знаю просто про какой-то большее извращение опять же придомовый паркинг он небольшой на парковку у нас доделывают большую парковку сразу говорю чем мне вот не нравится например данный жилой комплекс да сначала из минусов тем что всегда видите заезд да вот как бы до автобуса пока дойдешь пять раз дохнешь опять же здесь нет тротуара здесь вот все раз как вы расковыряли я не знаю что здесь будет может конечно тротуар и появится но сейчас сейчас для меня вот это непонятно что же здесь делает тротуар либо не тротуар не знаю хотя он видите таскает таскает как-то стоит бордюрчик стоит да но здесь бордюр поставить уже ты разъехаться не можешь да согласно же посмотрите да и это у нас тупиковое место которое ты особо и не сможешь не как-то преодолеть ну что у нас как кто куда едет скажите пожалуйста кто куда едет кто куда у нас едет ну это жесть просто это жесть ну вот работник ему по барабану фиолетово он встал хотя он мог немножко ближе прижаться здесь все вот так вот все вот через одно место вот реально вот все через одно место и вот вы не спрашиваете почему я porsche cayenne взял и и блин еще и почему я porsche cayenne взял и поменял на тигуанну потому что на porsche cayenne даже близко бы сюда не сунулся понимаете здесь вот эти жилые гаражи здесь еще которые проезжают тоже есть определенный такой негатив к ним да такое но блин не знаю не знаю ну вот здесь у нас наркологический диспансер сами понимаете все наркоманы здесь наркологический диспансер машинами все забито как бы тоже ехал было некомфортно и здесь у нас сочинский государственный университет я не знаю зачем сочинский государственный университет и наркологический диспансер делать вот на расстоянии друг от друга 100 метров ну да ладно кого дергать чужой горе что что здесь это нас относится к макаренко но с одной стороны то макаренко и не макаренко основной конкурент это конечно же у нас жилой комплекс раз-два-три но пока на данном этапе вот жилому комплексу южный парк южный парк не может составить конкуренцию жилом комплекса раз-два-три потому что раз за три находится ближе удобнее на общественном транспорте передвигаться езде пройти есть тротуары те же самые безопасные чего-то не скажешь вот про эту локацию хотя вот и институт здесь по идее кажется ближе но школа например по отношению к жилом комплексе раз-два-три находится еще ближе ну как бы так любом случае все же у нас измеряется в цене правильно же согласны со мной согласно все у нас измеряется в цене если мы берем с вами цену в в жилом комплексе южный парк как мне обозначили 393 тысячи рублей за квадратный метр хотя здесь написано что есть 355 ну давайте попробуем сориентироваться до 45 квадратных метров 18 700 ну это бред но как бы это будет 5 этаж не будет никакого вида на море ничего если мы берем сами по этаж повыше 10 этаж то 45 5 квадратных метров это на секундочку однокомнатная квартира то ценник 19 миллионов ну не знаю сомнительная фигня 50 квадратных метров 22 миллиона но тоже как бы это по сути это но однокомнатная такая однокомнатная квартира 1 плюс 1 понимаете а если взять более-менее который нормально планируется 54 квадратных метров то она уже стоит 24 миллиона рублей ну тоже сомнительная фигня если мы возьмем с вами 28 квадратных метров до 28 18 то переуступки они продаются по почти по 12 миллионов но извините сочи парк будет в разы лучше если берем с вами 38 квадратных метров по переуступке это 355 это от физлица перепродажи поэтому никакие там льготные ипотеки ничего не проходит и тогда плюс этого объекта по отношению других других объектам до которые уже теряется если берем с вами немножко другие варианты да есть 41 квадратный метр за 15 300 по акции которые да и даже не нужно отсосать у тратариста но тоже как бы сомнительная фигня в целом как бы территории есть все есть но без парковки там делать нечего потому что как бы в своих парковочных мест там очень мало поэтому дом и и обязали именно обязали чтобы они в свою очередь доделать доделали парковку значит так здесь как бы фигурирует скидка якобы 100 тысяч рублей но это все равно что знаете что я на все равно что я сейчас выставлю свою квартиру в жилом комплексе остров мечты я возьму и выставлю например сейчас цену поставлю 100 миллионов а потом через неделю говорю скидка на мою квартиру например 30 миллионов рублей и поставлю за 70 хотя ее цена например грубо 35 ну сомнительная фигня да согласны со мной сомнительная дальше то получается где-то там кто чувствует что тебя кто-то там тебе пытается поиметь и кто-то тебя обманывает согласны со мной согласно вот и здесь примерно то же самое даже по сказку ну как фигурирует 100 тысяч рублей скидка за квадратный метр но все равно даже 393 так далее но это дорого но красная цена это 300 тысяч рублей за квадратный метр за эту локацию тем более корчагинский сквер это же самое популярное место в сочи именно популярное место для наркоманов там основанности возможно закладчики и тому подобное звучит красиво корчагинский сквер но посадок нет ну кстати вот если например перейти к плюсам до этого микроэнса везде какая классная плиточка да везде плитка просто огонь сделали прям реально плитку потрясающе это большой огромнейший плюс да кстати вот в этой локации если мы подальше с вами проем я вчера ездил с одним застройщиком он показывал мне землю в 2 гектара там будет соответственно у нас дома и там предпродажи есть ну не знаю как ты не за там курде бои хочется и колется 100 квадратных метров дома в стиле фахер фарфер и получается 100 квадратных метров вы можете купить за 10 миллионов рублей это на пяти соток земли место прикольно все зеленая красивая дорога оставляет жать лучше во всяком случае я на тигуане проехал но если бы например я был на пример на автомобиле например но на рено логане я то проехать не смог там ну сказали что дорогу сделают ну вот как бы так что в этом районе вот этот район как бы он не относится уже микро ин america но еще и полноценно районом к сэм тоже тяжело назвать это такое как бы непонятно причастный район но в целом как бы особенность данных район так вот ровненько поверхность и вот и смотрите вот если бы вот с этой стороны с левой стороны здесь такая то зона такая диапустая вот с левой стороны если бы здесь к начался строится какой-нибудь жилой комплекс я скажу так он он начал бы повлиться спросом почему но потому что здесь ровненькая поверхность здесь рядышком строится школы еще одна хотя три школы уже есть целом хорошо меня зовут заставляет снять обзор на жилой комплекс который называется у нас светский лес ну вот если сейчас светский лес начать предлагать и есть например через полгода здесь ни с того ни сего вырастет какая-то стройка вот этом месте а здесь прям я смотрю по навигатору прям очень очень большой кусок прям такой лакомый кусок с левой стороны согласитесь да но реально крутой кусок если здесь начнется строится то просто светский лес будет нервно курить сторонке потому что большому счету здесь из плюсов это прям реально близость к самому центру потому что если здесь вот начать строить то можно это позиционировать как центр потому что во первых улица пластунская да по две полосы в каждом направлении во вторых до моремола здесь совсем близко и совсем рядом ну и конечно же плюсов слишком много плюсов больше чем минусов тут даже и разговоров не может быть поэтому он как бы так получается вот если например инвесторам предлагать светский лес то не дай бог здесь что-то начнется строиться но вопрос по самому не балуйся а здесь видите такие деревья красивые прикольные знаете покажу но вы не видите деревья красивенькие классные в общем вот в это место конечно привлекательный но пока у меня вот именно по этому месту меня пока информация нет вопроса если здесь что-то появится в стройке то у нас просто флора летний кислород сочи парк просто не все просто вот этот самый светский лес они просто все начнут нервно курить сторонке потому что эта локация в этой локации есть например и позиционировать как второй центр действительно сейчас мы немножко развернемся я покажу но вот слишком хороший слишком идеальный участок я думаю он идеально подходит под комплексную достройку опять же есть деревья да может чистить частично сохранить это такая получится там зеленая зона внутри так скажем внутри этого всего прекрасного но опять же здесь строится у нас сейчас и торговый развлекательный центр и так далее в общем здесь стройка такая прям грандиозно идет говорю вот со стопроцентом уверенности теперь что касается следующий да вот за вот эти вот виадугом так называемые за этим мостом где у нас проходит дорога который называется обход сочи титить и видеть вот эти вот эти молодцы ребята да в шлеме покатается и вот девочку свою он в шлеме везет то чтобы через сплошную линию не очень хорошо зато видите в отличие от максима не бздит едет по встречке максим боится по встречке ехать не жарко сегодня сегодня плюс 20 градусов жара просто вот просто жесть жара синий прям такая лютейшая жара просто сейчас я сделал паузу я буду охлаждать тот самый прекрасный телефон иначе он у меня просто отрубается и все потому что прям припекает прям прям жестко припекает давайте мы так все с вами сделаем все немножко охладил вот так приходится вручную охлаждать samsung ну реально отстойный телефон это galaxy s 21 ultra здесь тоже у нас такая грандиозная стройка идет с левой стороны в общем здесь много чего интересного будет и вот видите с правой стороны про вас право стороны да ходе здесь у нас идет там водоохранную зону и так далее но мы-то знаем что такое водоохранная зона у нас и босфор был водоохранной зоны и у нас жилой комплекс кватор был водоохранки вы построили же да и вот этот строение который жилой комнат сразу три тоже построили правильно яHD думаю что при желании здесь что-то такое могут интересное придумать. Поэтому если здесь появится какая-то стройка, это плюсов будет очень много. Тем более, видите, и с левой стороны сейчас сюда застраивается. И с правой стороны. Нифига себе. На мотоцикле у нас разводишь еду. Обалдеть, да? Видели? Он молодец. Видите, парень в черепахе, в мото-джинсах. Ну, молодец. А, вы же его не видите. Е-мое. Сейчас он поедет, и я его покажу. Молодец. Полностью экипирован. Посмотрите, да? Красавчик. Красавчик. Хотя жарко. Уже плюс 30 градусов. О, блин. Он, кстати, вот тоже этой девочке спросил. Откуда вот такие цены? Откуда вот такое ценообразование? Ничего не нравится. Думаю, нифига себе, думаю. Думаю, представляю, думаю, приду я сюда с клиентом, да, представляю, там, если начнет так и так все свои зубы показывать. Думаю, нифига себе. У меня в руках вот так видит такой лохматик. А что, вы снимаете? Я говорю, да нет, говорю. Зачем мне снимать? А я, кстати, ну, обычно съемку боится тот, у кого есть что скрывать. Я говорю, нет. Спрашиваю. А зачем вы спрашиваете, когда там что-то? Думаю, нифига себе, думаю. Думаю, вот это, думаю, да, думаю. Вот это вот у нас секретики пошли, думаю. Вот это, думаю, молодцы, думаю. Согласны же? Конечно, жесть, конечно. Вот это, конечно, хороший вариант. Я считаю, один из самых лучших вариантов. Это вот жилой комплекс 1, 2, 3. На него тоже я сниму честный обзор. Потому что, ну, жилой комплекс 1, 2, 3, это, блин, это классный. Это сейчас на данном этапе, учитывая, какие там можно квартиры взять, да, например, там, 22,5 миллиона рублей, 65 градусов метров, я считаю, конкуренции пока им нет. Ну, действительно, очень круто. Алло, Максим. Привет. 15 минут. Хорошо. Здесь и территория, такая инфраструктура, как город в городе и тому подобное. Вот даже мы недавно с женой общались, она говорит, ну, если, говорит, не жилой комплекс 1, 2, 3, ой, если не жилой комплекс остров Мечты, то, наверное, мы бы рассматривали в том числе и 1, 2, 3. Потому что Министерские озера ей точно не нравятся. Она говорит, считается, что Ебинян на северном склоне Бытхии тоже не нравится. Атлантия себе не нравится, потому что там нет ни магазинов, никакой инфраструктуры. А вот хочется, например, как остров Мечты, но может быть чуть похуже, да, если там, ну, все равно вот жилой комплекс 1, 2, 3, это, блин, хорошая альтернатива, я вам серьезно говорю. Те люди, когда попользуются, например, всеми благами вот этой, например, как в жилом комплексе Парь Горького, да, когда поживут и именно воспользуются этими всеми благами, какими благами, да, такими благами, как вот это все, ну, вчера пришел, да, пошел, говорит, надо воду взять, хлебушка нужно взять, да, овощи нужно взять, фрукты нужно взять, блин, и это реально круто, ты берешь, не надо куда-нибудь заморачиваться, вон, попробуйте в Министерских озерах, приехать, машину ставить, и туда жена говорит, возьми, пожалуйста, хлебушек и фрукты, скажешь, да иди ты, блин, куда там я сейчас пойду за ними на ночь глядя, а здесь такое есть, также там, не знаю, там можно там взять, там посидеть, например, иду, например, домой, да, жена там замоталась, там одну собаку постричь, вторую грумеру, третью и так далее, ну и все, не успел поесть, все, давай внизу в ресторане поедим, все, давай в ресторанчике поедим, и это нормально, как бы это реально нормально, это реально хорошо, как бы сто процентов, вот, и вот в этом, когда человек к этому привыкает, это реально круто, знаете, как такая человека привыкает передвигаться на каком-нибудь экономичном автомобиле, который жрет мало и тому подобное, и он когда привыкает, уже как бы тяжело, например, там платить там бешеный налог, тяжело платить там, например, каждый раз там на заправке тратить свое драгоценное время, хотя вот у меня сейчас тоже там расход поднялся, вот такую жару, у меня уже расход аж 8, и 2 литра, представляете, вот я тоже вчера катался, там по разным горкам, косогоркам уже 8,2, реально очень большой расход, у брата, на секундочку, сейчас RAV4 дизельный ест 13 литров, вот такую жару, 12-13 литров жрет, и все, ну-ка, и все общие, а общие получается с Москвой, сейчас у меня получается 8,5 литров, общие, да, с Москвой, но в Москву я ехал как дебил, давайте я покажу, а то подумайте, что я вам вру, вот он, да, 8,5 литров, притом я не глушу, скорость 27 км в час, вы можете сориентироваться, ну и конечно же, у нас целая куча через островок безопасности, целая куча у нас едет хамов, ну это само собой, ну есть это особенности микроволена Макаренко, есть такое, есть такое, ну опять же, пропускает, если бы не пропускали бы, то бы такого хамло было бы меньше, а так, конечно, как бы, я их называю водители, терпилы, потому что ты видишь, что при тебе идет жесткое нарушение и тому подобное, и ты берешь и этому способствуешь. Сколько раз, если вы загуглите те самые ДТП, да, и так далее, вы видите, что большинство ДТП у нас инициатива, как бы, как бы, большинство ДТП возникает вот именно таких добрых, ну смотришь, там через сплошную линию разворачиваться, ты хоп ему пропускаешь, а там, например, не ожидает там какой-нибудь мотоциклист там или автомобиль, что здесь через сплошную линию кто-то будет выезжать, и все, авария, тык-тык, а в итоге кто? Виноват ты, кто начал пропускать, серьезно, ты виноват, потому что ты ввел заблуждение и все. Если уж хочешь пропускать, ты возьми, начни пропускать, выйди с машины с флагом, и давай показывай, что здесь какой-то у нас нарушитель хочет развернуться через сплошную либо через две сплошные линии, поэтому вот как бы так. Это, кстати, у нас улица, это если с жилого комната раз, два, три идти, вот прям можно прямо по этой улице дойти до либо до парка Ривьера, либо можно дойти в том числе и до железнодорожного вокзала, в том числе можно дойти до торгового центра Моримол, да, вот через дорогу, и, вы знаете, здесь бегать просто тоже одно удовольствие. Поэтому жилой комплекс раз, два, три находится на ровненькой поверхности, и, знаете, вот шума, да, вот шума там в разы меньше, чем, например, если мы берем с вами, например, Пайк Горького, ну, серьезно, шума гораздо меньше, и подъезжать туда гораздо комфортнее. Здесь мы сейчас двигаемся в центр, здесь вполне возможно, может быть, авария, может, еще что-нибудь, потому что, ну, обычно здесь никакой пробки не должно быть. Значит так, время 14.20, у меня сейчас еще прокат, поедем на транспортную, на транспортную будем показывать квартиру одну. Кстати, Валабет сейчас заехал на Донскую, 33, там открылся у нас, получается, пирожковый цех, там, любимые, те самые, старогородские пирожки, Орские, Орские, старогородские пирожки. Открыл мой друг Рустам и приехал сегодня продегустрирую даже Жене, приехали там еще, там, Леха, все в восторге. Они говорят, ну, как так, почему у тебя все не по-сочински, почему этого ливера, мяса в пирожке так много, почему так, почему так много, почему так много, ты что, ты разоришься, ты, ну, не сможешь. Секунду. Да, опять я охладил телефон, потому что очень сильно перегревается, 29 градусов сейчас не показано, было 30 почти, сейчас 29, это трэш, это прям жестко, очень жестко. Жена идет там за своими шмотками, сейчас позвонила, тоже, говорит, жарко, зорика чистенькая, и она говорит, Максим, ты не знаешь, когда будет прохладно, когда будет прохладно, вот, я даже не знаю, когда будет прохладно. Так вот, вот она, дорожка идет, да, вот улица Конституции, везде можно прогуляться, деревья, в принципе, есть, деревья хватает, и так далее. Вот я сегодня, вот, мучаюсь, да, вот, хотел бы заснять для вас флору. Флору поехал, а там показана дорога час двадцать, потому что видишь ли в Хосте, там какая-то авария, либо еще что-нибудь, и хрен проедешь. Дай, как у Депси. Думаю, ну ладно, передумал. Потом, соответственно, ладно, попробую еще куда-нибудь. и везде весь город стоит. Вот сегодня вроде четверг, весь город стоит, как уж на летнем пацана, когда он посмотрел на, не знаю там, на плакат, который висит у отца. Мы сейчас здесь повернем, здесь действительно очень много второрядников, здесь тоже тяжело проехать, очень много второрядников. Ну, знаете, чем хорош центр Сочи? Тем, что мы можем всегда вот так вот проехать, вот так можем проехать, вот здесь мы можем с вами развернуться, вот здесь мы берем с вами, так разворачиваемся, вот здесь вот поворачиваем поворотничек направо, и вот здесь раз, и все. И мы с вами можем раз, и выехать на дублеру курорта проспекта. Увы, в Адлере, в Хосте и в Кудепсте вы такой, такой маневр сделать не сможете. Потому что так получилось, что в Олимпиаду хоть и говорят, что Сириус развивался, так далее. Да, 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 развивался. Но пока только в Сочи комфортно находиться. У меня брат психанул, говорит, мало заработал денег. А знаете, почему мало денег заработал? Потому что оказался в Адлере. Он говорит, я, говорит, в Сочи за два часа заработал денег больше, чем в Адлере за пять. Поэтому тоже вот вам лайхаки. Если вдруг устроились заработать такси, старайтесь не попадать в этот прекрасный Адлер. Потому что там вы ничего не заработаете. И у вас будет очень много негатива. Что, впереди камера? Нажитесь. Даже в жару, видите, даже телефон не очень работает. у меня, конечно, даже появляется вибрация. Хотя скорость небольшая. Вот скорость всего лишь 110 км в час. Кстати, страшные места. Тоже на мотоцикле я проезжал, если не знаю, смонтировать вам сейчас или не смонтировать. потому что внутри. Вы заметили, что часто в туннелях авария. Бывают аварии, там никто никого не обгоняет, ничего. А аварии просто тупо из-за того, что немножко вода если попадает в туннель, сразу становится скользко. То есть, как корова на льду. Да, и, наверное, надо давление скинуть до 2,2. У меня сейчас 2,5. Наверное, все-таки жестковато, да? Потому что накоения такой тряски не было. А может быть, уже сам телефон пришел в негодность. Все-таки каждый день на протяжении трех лет я на него снимаю видео. Притом, это видео бывает и 2 раза и 3 раза в день. Так вот, про честный обзор к чему мы возвращаемся. Не знаю. Вот вы напишите в комментариях, чем хорош, например, жилой комплекс Южный парк. Почему Южный парк это прям то, что доктор прописал? Я проехал, да, вроде бы внутри более-менее комфортно. Более-менее. Но, опять же, до Южного парка нужно еще либо доехать, либо пройти. Вот смотрите, там мы сейчас с вами наблюдали, как делает бордюр, да. Если кто-нибудь припаркует автомобиль сбоку, а автомобиль сбоку припаркует, это 100%, то уже получится ты даже свой двор ты не сможешь проехать. Согласны, что мы? Согласны. Поэтому отсюда у нас и возникают определенные вопросы. А вот здесь, кстати, у нас сбивается геолокация. Здесь показывает, что мы находимся в черной отделе. Геолокация здесь, конечно, ходит сама по себе. Пошла погулять. Ну и в общем, вот так вот мы берем с вами и объезжаем пробку и попадаем сейчас спокойно на улицу Виноградная. Надо домонтировать еще один видеоролик. Те самые покатушки, по зверюшке. О, нифига себе! Я нарушил ДТП. А, ПДД, ПДД. Значит, звони. Ну давайте посмотрим. Давайте поиграем в стукачей. Если он сейчас нарушит, мы возьмем и позвоним. Правильно же? Ну так для интереса. Хотя как здесь можно нарушить? Видите, болит голова? Не будем за ним ехать. Мы лучше так вот сделаем. то у нас гаищники могут стоять, шакалить. А у нас водители автобусов останавливаются как боженьки. Так что, ребята, если вы едете по улице Виноградная, имейте в виду вот в этом месте, когда вы проезжаете у нас тот самый поворот на улицу Плеханово, вон здесь когда поворачиваете, здесь частенько у нас на остановке просто на пустом месте останавливаются автобусы. вот в этом месте видите, и стоят ребята. То есть, ты как бы берешь проезжающую сплошную линию, вот они шакалят и тебе дают, мягко говоря, за встречку. Разводят тебя на 10, там, 15 тысяч. Вот они здесь стоят, в этом месте. Они не пешеходов смотрят. На пешеходах по барабану они смотрят именно когда вы берете и объезжаете автобус. Поэтому имейте ввиду, что здесь вот есть такое. Им по барабану ты можешь бить на их глазах пешехода, они тебе даже замечание не сделают. Но вот именно за автобус они цепляют. Ну, чаще всего, конечно, иногородних. Потому что местных уже тяжело на это развести, даже меня пробовали на это разводить. Вот смотрите, видите, с левой стороны автомойка. Это самая конченная автомойка, которая есть на свете. вот реально самая конченная. Видите, шиномонтажка? Это самая конченная шиномонтажка, которая есть. Объясню. Промойку там, жесть. Я за порт КН отдал 1800 рублей. Ничего только не сделали. Там полуузбек, полуказах, специалист иностранный. Все, там, я просто уже не было времени. Думал, ладно, думаю. Что касается колеса. Колесо я решил здесь поменять. Ну, чтобы меня заклеили, да, когда я ехал. И получается широкие колеса на Порш КН, а у них станок рассчитан немножко на узкие. Вот они получают делали балансировку и когда уже мне сказали, что у тебя диск покоцанный, я говорю, у меня нет покоцанного диска, чего вы начинаете? Говорит, право покоцанный диск. А я в итоге потом смотрю и с левой стороны изнутри видите, как получается балансировали, в пилотную прижимали и он получается терся обытый лобудень. Просто получается мне взяли и испортили диск. сказали, так еще мало того, что испортили, еще и меня содрали на 2000 рублей больше, потому что видишь ли, тяжело было отбалансировать. У меня вылет большой, у меня то ли 245, короче, широкие колеса, лапоть широкий, понимаете? Широкий такой лапоть. Вот так бы так. Имейте в виду, лучше лишний раз, когда едете в Сочи, лучше спросите у меня в комментариях, я вам скажу, куда можно заезжать на шамонтаж, куда нельзя, куда стоит заезжать на автомойку, а куда лучше не стоит. Я говорю, ну вот, если по этой автомойке судить, скажут, ни хера себе вы там моете кое-как, даже не протерли, ничего не сделали, 1800 собрали. А, например, на виноградке мойка, там да, я даю 1000 рублей за комплексную мойку, ну там, извините, там у меня колеса чернят, и все делают, все вылизывают. Как бы разница в два раза получается, понимаете? И делают хорошо, делают хорошо и качественно, ну ни фига себе, тут на обочине могут вдвоем, да, друг с другом столкнуться. Блин, страшно ездить, да? Этот, как его, едет по на встречной обочине, этот едет по попутной обочине, жесть, жесть, страшно. Ладно, ребят, давайте, буду готовиться к прокату, нужно там посмотреть все варианты, вам всем хорошим настроением, у меня настроения нет, поэтому даже не стал снимать честный обзор про Южный парк. И да, вот если мне ко мне там будут обращаться еще раз там застройки, все, приезжай, сними, не хочу, ребят, вы сначала разберитесь со своими сотрудниками, как бы, а потом уже ко мне обращайтесь, чтобы я для вас снимал что-либо. Всем добра и пока.